Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии доктор Германович Айран, доктор исторических наук, профессор, исполняющий обязанности директора Института Истории и Государства. И у нас будет интересная тема для разговора. Накануне 92-летия первого и последнего президента СССР Е.Горбачева мы хотели бы поговорить об этой неординарной личности. До сих пор в обществе существуют различные, можно сказать, полярные точки зрения на эту личность. Что он принес? Свободу республикам, независимость, открыл границы? Или же он развалил огромную советскую империю, которая держала в страхе западный мир? Поговорим и о его деятельности, будучи президентом СССР. Ведь фигура Горбачева тесно связана с историей Казахстана. С его приходом сменился руководитель нашей республики. Вместо Кунаева был назначен Колбин, чем были спровоцированы декабрьские события 1986 года. Затем к власти пришел был назначен Усан Вячеслав Назарбаев, которого Михаил Сергеевич Карвачев высоко оценил. И в принципе прочил ему большое будущее. Давайте поговорим. Рукат Германович, Вам слово. Вообще мы приступаем к очень сложной и деликатной теме. Я как ученый, который пишет биографии политических деятелей, в частности, есть работа по Борису Ельцину, моя работа, статья, по Кунаеву, по Ташенову. Да, по Борису Ельцину, по-моему, даже была дана высокая оценка с его центра, да? Я помню. И, естественно, выходила моя работа по, это было время ковида, в 2020 году выходила моя работа как раз на Вашем сайте о роли Горбачева в истории. И удивительно, что Михаил Сергеевич успел прочесть мою статью, от его имени позвонил его пресс-секретарь, поблагодарил за внимание. Очень интересно. Сказал, что в целом он остался доволен, но Горбачевичем не согласен. Ну, наверное, не без этого. Да. Ведь у человека, воспитанного в условиях коммунистического образа жизни, идеалов и ценностей, наверное, все-таки сохранили свои определенные положения, принципы, которым он остался верен. Ведь не зря говорят, что он до конца был убежденным коммунистом. Вот для того, чтобы понять роль личности, в данном случае Михаила Сергеевича Горбачева, многие-то о нем говорят, когда он был уже генеральным секретарем ЦК КПСС. А я вот внимательно прочитал его воспоминания. Вот, например, работа Михаила Сергеевича Горбачева «Наедине с собой». Или вот его биографические данные. Так вот, многие забывают, что он был реальным человеком, жил реальной жизнью. Родился он в 1931 году, 2 марта. 2 марта, 21 года. И вот в марте, как бы, своеобразный юбилей должен был состояться. В марте он в 1885 году пришел и к власти в Советском Союзе был. Да, и, кстати, 15 марта 1990 года он был избран Верховым Советом, депутатами. Он был избран первым президентом Советского Союза. Такой знаковый март. Да, для него это был очень такой интересный месяц. Так вот, возвращаясь к его биографии, он родился вообще в Ставропольском крае. Его дед был репрессирован. Сам он в труднейшие годы закончил школу золотой медалью. Будучи учеником, он работал на тракторе и получил орден, будучи учеником в школе, кстати. Так вот, после завершения школы на золотую медаль, он приехал поступать в Московский государственный университет на юридический факультет. Это же какой там был страшный конкурс. Так же? Всегда. Таким образом, Михаил Сергеевич, я так понимаю, и думаю, что он был одаренным человеком от природы вообще. И он прошел все ступени. После завершения Московского университета, он пишет, ему было возможность остаться в Москве, но он вернулся в родной край. Начал работу в правоохранительных органах, кстати. Потом, значит, 11 лет он был комсомольским секретарем. В 55-м по 66-м годы. Потом стал первым секретарем горком партии. И в свое время он был одним из самых молодых секретарей обкомов. А Ставропольский обком, он был одним из самых крупных в Советском Союзе, кстати. Как же его пропустили, если он был из рода репрессированных? Это же в советское время была очень страшная статья. Репрессированы были его деды, а отец был участником войны и раненый, но он вернулся из войны вообще, его отец. А это как-то компенсировало. Да, мне кажется, да. И, возможно, вот просто дед был упущен в автобиографии. Тем более после смерти Сталина, когда наступил вот этот процесс дисталинизации. Хрущевская оттепель. Да, пришла оттепель, мне кажется, к партийным работникам вот те строгие, суперстрогие, такие кошмарные требования, кем были там дед и бабушка, мне кажется, были отменены просто. Там больше спрашивали уже прямых родителей. Так вот, в любом случае, этот человек был до мозга костей, он советским человеком был. Он закончил советскую школу, учился в Советском ВУЗе, работал в партийных органах. И вот мой анализ показывает, что, несомненно, Михаил Сергеевич Горбачев был человеком реформаторских складов. Он липко воспринимал новое. Очень многое делал для Советского Союза, кстати. Наверное, вот этот период его... Но в то же время он оставался действительно человеком таких убеждений, которые он получил в Советской школе, в Советском университете. Он был типичным советским человеком, я бы так сказал. О чем он, вот пишет в своих воспоминаниях, о чем он постоянно жалел, он говорит, то, что реформы проводились, это было здорово, правильно. Он в этом не отступил. Не сомневался. Не сомневался. Ну, о чем он жалел, то, что распался Советский Союз. Он считал, что больше виноват Борис Николаевич Ельцин в том, что СССР пошел, так сказать, на распад. Ну, в данном случае роль Михаила Сергеевича Горбачева была велика. Ельцин и другие секретари, особенно реформаторские настроенные секретари республик и крупных краекомов, они, конечно, стояли за смещение, за устранение той политической машины КПСС и установление новых таких цивилизованных отношений, в частности, развязывания гражданских инзатив, введение института президентства, введение многопартийности. Тот же Борис Николаевич Ельцин или, скажем, Нашлтанавич Назарбаев, они как раз стояли на этих позициях. Ну, вот этот реформаторский дух, скорее всего, и связан с той кручевской утепелью, которая дала молодежи, именно вот его в молодом возрасте, то ощущение необходимости перемен, да? И это его вдохновляло и в дальнейшем. Но, тем не менее, Борис Николаевич, все-таки как можно понять, что вот такой молодой реформатор попадает в политбюро? Ведь все-таки это достаточно консервативная элита политического строя Советского Союза. Как они могли допустить к себе молодого реформатора, а позже доверить ему страну? Арман, очень хороший вопрос. Действительно, он же не спустился с небес. Он был одним из, скажем так, рядовых противных работников, которых были тысячи и тысячи в Советском Союзе. Ну, вот действительно, очень хороший вопрос, как Михаил Сергеевич Горбачев, находясь в провинции, так сказать, достиг политического олимпа, стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Он об этом, кстати, сам не скрывает. Он сам пишет, как это случилось. Вот этот Ставропольский край, он чем был знаменит? Там находились многие целебные учреждения, санатории, минеральные воды там были. И многие секретари ЦК стареющие, ЦК КПСС иметься. И они часто приезжали на минеральные воды. Кисловоз, Бестал. Так вот, Михаил Сергеевич там близко познакомился с Юрием Андроповым. Андроповым, с Юрием Андроповым там близко познакомился. И постоянно вот Андропов, видимо, проникся с симпатиями в отношении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Горбачев был очень такой, очень энергичным был молодым человеком. И многим московским вождям, стареющим, импонировало его энергии, его умение организовать дело. И затем, значит, еще при Бреже, он бы рекомендован из первых секретарей Ставропольского обкома, секретари ЦК КПСС. Он, кстати, курировал, как тогда говорили, сельское хозяйство. Видимо, его радушные приемы гостеприимства тоже сыграли роль. Вполне. Но я думаю, что таких радушных приемов, кстати, тот же Брежев, Иль Андропов, они встречали везде. Давайте, скажем, в открытую, приезд, скажем, всесоюзного секретаря или там представителя Совета Министров в края или в республике, вот всегда, они их очень пышно встречали, делали очень крупные подарки, коней дарили, чапаны, еще какие-то там богатые подарки. В этом плане Михаил Сергеевич Горбачев, я не думаю, что Горбачев был такой, делал что-то из ряда вон выходящих. Видимо, в нем было что-то такое, которое и планировал к кормлевским вождям, потому что не только Андропов, потом к нему очень хорошо относился Громыко. И вот, когда 10 марта 1985 года умер Константин Черненко, Горбачев вспоминает, что он был отраслевым секретарем, но он уже ввел заседание секретариата, потому что Черненко постоянно валил же. И вот он пишет, что Чазов позвонил к нему, Михаилу Сергеевичу, и сообщил поздним вечером о смерти Черненко. И об этом пишет сам Горбачев. Я вот задумался, почему, скажем, тот же академик Чазов не позвонил другим. Он позвонил Михаилу Сергеевичу Горбачеву, потому что, видимо, уже политическая игра как бы клонилась к тому, что вроде как молодой Горбачев должен стать преемником. Далее происходит что? Горбачев говорит, я звоню Громыко. Громыко занимал очень высокое должность, он много лет был членом полдбюро, начинал со времен Сталина, кстати, и возглавлял внешнеполитическое ведомство. Он даже по рангу был не ниже, чем представитель Совета Министров. Ну, имеется по политическому весу. Особенно полдбюро. Статус был очень высокий. И Михаил Сергеевич позвонил Громыко, а затем, значит, когда уже перед тем, там очень была такая интересная ситуация, традиция вернее, когда хоронили очередного генсека, то назначалась так называемая похоронная комиссия. И тот, кто становился во главе представителем похоронной комиссии, тот автоматически избирался первым руководителем, ну, в данном случае, генеральным секретарем ЦК КПСС. И вот он пишет, что представителем охоронной комиссии предложил первый секретарь Московской горкомпартии, тоже членом полдбюро. хотя тот считал своего соперника. Я думаю, что Громыко сыграл здесь свою очень такую роль, чтобы именно Горбачев стал первым руководителем. Но почему? Ведь там же были другие тяжеловесы, например, Шеварнадзе, авторитет которого был. Ну, Шеварнадзе не был тогда членом полдбюро. Более того, он же, это вот потом стал, более того, он был первым секретарем национальной республики. Первый руководитель национальной республики, они по статусу, по рангу были ниже, нежели вот... А, он позже вошел в полдбюро. Да, он же при Горбачеве. Вообще, Шеварнадзе, конечно, очень сильно поддерживал Горбачева именно в реформаторских его устремлениях. Эдуард Анворосевич. Тогда и был Щербицкий, был Романов, первые секретарды, Играс Кавкорполь. Кстати, по-моему, о Романове говорили очень, что ему как бы пророчили должность в случае ухода Черненькой. Да, Романов считался как бы одним из вероятных кандидатов на пост генерального секретаря, но то ли в силу характера, я так думаю, Романов был несколько заносчивым человеком, насколько я вот читал о нем. Горбачев. Горбачев был человеком очень таким интеллигентным, и он был более молодым. Но самая главная причина Романова, я так думаю, что старейшие вожди, которые видели революцию, голод 30-х годов, которые пришли в Великую Отечественную войну, они тоже понимали, что что-то не так в Советском Союзе. Они понимали, что нужны молодые кадры, которые должны были обновить Советский Союз, но правда в парадигмах, так сказать, марксистско-ленинской идеологии, там, с сохранением государственной собственности, с сохранением партийной власти, монополии, капристос. Ну да. И на эту роль, до их взгляд, более всего подходил Михаил Сергеевич Горбачев. Хорошо. Вот вы изучали его мемуары, да? Скажите, пожалуйста, вот как прослеживается его отношение к Казахстану, к казахстанским лидерам? Это вот довольно сложный вопрос. Почему? И опять же, ссылаясь на его воспоминания, на какие-то архивные данные, которые я встречал, на воспоминания других лидеров, но в данном случае есть работа самого Кунаева, о моем времени. Там ситуация была довольно, так сказать, прозрачна. Горбачев стал у власти, он хочет перемен. Он в марте 1985 года стал генеральным секретарем, через месяц, уже в апреле, того же года, он отделяет о начале курса перестройки, классности, вы, наверное, помните, да? Да, конечно. И вот, он сам пишет, что ряд членов Вольтбюро мыслили по-старому, и они не хотели обновления, или же, значит, они не были способны как бы жить по-новому. И на его взгляд по возрасту Кунаева был гораздо старшего, Кунаев 12-го года. На 20 лет почти. Да, большая разница возраста. И Михаил Сергеевич Горбачев очень внимательно приглядывался к таким более молодым кадрам. И, например, особо, так сказать, не церемонист Горбачев, здесь он сделал, конечно, грубо ошибку, он, конечно, потребовал, он действительно потребовал, чтобы Дин Мухаммедович Кунаев покинул свою должность. Об этом пишет сам Кунаев, когда он заходил, Горбачев говорил, я, говорит, зашел заявлением, стал ему объяснять, тут так слушал полухо. Потом, значит, когда я сказал, кого вы поставите на мое место, Горбачев ответил, это будем решать сами, мы сами решим. Вы понимаете, по отношению к иностранным республикам такой вот он, конечно, не особо его, так сказать, красят. То же самое произошло с Щербицким. Щербицкий был очень авторитетным, таким известным человеком на Украине, и вместо Щербицкого пришел такой довольно неизвестный, люди стали приходить, кстати, на Украине. Тоже там он, в Армении, то же самое, значит, во всех республиках вот эта смена, так сказать, «Смена элит, да?» Да. Ну, смена номиклатуры, я бы сказал. Кстати, вот когда говорят про номиклатуры, элита, элита, я не всегда соглашаюсь. Элита – это самое лучшее, кстати. А среди партийной, на которую, немало было людей, которые, так сказать, пускали карман в государственный, пускали, так сказать, руки в государственный карман, в чём, вот овиняли Рашидова, первого секретаря комиссии в Афганте. Там же ужасно события были, вплоть до переноса его тела, кстати. Кунаев отличался от тем, что человек был, несомненно, безупречен чистоты. Почему вот после декарских событий 1986 года, когда вот следователь Калиниченко долгий скал компромат на Кунаев он не мог найти. Кунаев прошёл очень серьёзную школу, он понимал, что любая копейка завтра нам может быть, так сказать, ударить по нему. И вообще, видимо, человек был таких, он же из науки пришёл всё-таки, в науке работал. Он смотрел на проблемы гораздо шире и был чистым, был очень чистым человеком, честным человеком. Я не касаясь других его, так сказать, умения управления, об этом это другой разговор насчёт Дин Мухаммеда Кунаева. Но то, что был человеком честным и чистым, это несомненно. В 85-м году, после назначения на пост генеральной статаря, Кунаев, точнее, Кунаев встречал в Казахстане Горбачёва. Да? Это, наверное, городе Целинограде. В городе Целинограде. Это ныне сейчас Астана. Целинный край, вот эти экспериментальные все лаборатории. Как проходил этот визит? Какое впечатление было от этого визита? Что говорит об этом Горбачёв, например? Горбачёв об этом почти ничего не говорит. А Кунаев об этом пишет. Он говорит, приехал, мы встретили Горбачёва как главу Патлина организации Советского Союза. он относился, так сказать, я чувствовал прохладу. Он прямо говорит, что я чувствовал прохладу. Видимо, Михаил Сергеевич Горбачёв тогда организационными делами занимался Легачёв. Был такой Егор Легачёв. Он сейчас, кстати, по-моему, живу ещё. И вот они решали многие вопросы по смене кадров. Видимо, они уже в кулуарных приняли решение о смене партийного лидера Казахстана. Кстати, Арман, если вы почитаете документы тех лет, там постоянно идут фразы «Берри относиться к кадрам», «Ленинский принцип подбора кадров» и так далее. На самом деле реальность был совершенно другой. Многие вещи решались кулуарно. Даже вот о вводе войск в Афганистан в 1979 году Кунаев узнал из газет. А это странно, потому что Кунаев был членом Поль-Бюро. И более того, Казахстан это централизация республик, который практически граничит с Афганистаном, Узбекистан и Туркминстаном. И такие вопросы должны были решаться на Поль-Бюро? И этот вопрос о вводе войск, например, принимался Килина узким кругом лиц. Брежнев, потом, Устинов, министр обороны тогда был, и, возможно, Андрохов, там 3-4 человека их. Они принимали решение. Поэтому, значит, когда принимались решения о смене кадров, это было такое закрытое решение, которое доводились только потом. неспроста, кстати, вот вспомните, когда, значит, 16 декабря 1986 года Кунаева освобождали от должности пленум Казахстана, а это был очень такой серьезный вопрос для Казахстана, длился всего лишь 18 минут. Ну, это смешно, да. И все проголосовали единогласно. Да, все единогласно проголосовали, и дальше вы знаете, что случилось. Потом, кстати, продолжая тему смена власти или, скажем, мировоззрение Горбачева, я бы хотел подчеркнуть две вещи. Во-первых, вот когда говорят, что выборы партийных органов там, значит, большевики всегда соблюдали закон, есть такая легенда. Это на самом деле легенда. Вообще, в 1917 году, в ноябре 1917 года, большевики к власти пришли путем переворота, путем пучи. 7 ноября 1917 года, это был пуча, они захватили власть, насильственный захват. Да, они забрали временное правительство. Когда пало самодержаве в феврале-марте 1917 года, было создано временное правительство во главе с Керенским, вы помните, да? Так вот, временное правительство для того, и назвалось временным. Оно было легитимным. Да, и они, значит, ждали учительное собрание, на котором должна была быть избрана форма управления Российской империей, в том числе и Казахстаном. А большевики, значит, захватили власть. И вот Ленин говорил, если власть валяется в грязи, почему бы не захватить, есть у него такая фраза. Власть валялась в грязи, он говорит. Но он считал, что он, конечно, Ленин преувеличивает эти вещи, потому что Керенский, он при всем, так сказать, демагогии, он был человеком довольно демократических убеждений, он считал, что учительное собрание должно избрать новый парламент России, там определиться пути и так далее, и так далее. как бы эволюционно все расписано. А большевики раз, оружием взяли, вокзал, телеграф, земний дворец. Правильно. И вторая очередь Середа вещь, то, о чем мы как-то мало забываем, мало говорим, то, что большевики же принесли в страну свою идеологию. Например, они стали вычислить частную собственность в сфере экономики. И частную собственность была запрещена по закону в советский период. И это одна из причин тормоза экономики. Часто собственность является локомотивом экономики. Без частной собственностью экономика не может завиваться. Так вот, здесь, в Советском Союзе, в том числе в Казахстане, установилась так называемая общенародная собственность, на самом деле, это была намикатурная собственность. Это вот совхозы, колхозы, заводы, фабрики, которые никому не принадлежали, ни рабочим, ни крестьянам. Они только принадлежали намикатуре. В сфере, значит, политических институтов это монополия КПСС. Никакой многопартицы. А что такое монополия КПСС? Это опять же монополия намикатуры. Я вот понимаю чувство молодых, вернее, я понимаю чувство рядовых коммунистов. Это были люди, конечно, честные, несомненные. Они воевали за страну. Но другое дело, сама высокая, так сказать, высшая намикатура жила совершенно по другим законам. Ну, например, та же сталинская намикатура, уничтожение партийных кадров, использование ВЧК, НКВД, депортация народов. Это же все партийные намикатуры. Никаких выборов. И Хрущев, Брежнев, они, это было, так сказать, мягкий сталинизм, на мой взгляд. Со смертью Сталина, конечно, стало происходить. Вот теперь десталинизация, но тем не менее основы оставались прежними. И это было закреплено в Конституции СССР 1977 года. Страх, который сидел в душе у каждого. Да, плюс еще такие традиционные преклонения перед властью, перед партийные намикатуры. Так же? Вы помните? Абсолютно. Потом, значит, запрещение свободы слова. Не было свободы слова у нас. Не было свободы митинг-собрания, например. Одна из причин... Железный занавес, никто не мог выехать за пределом. А почему-то железный занавес, чтобы люди не видели, как живут за границей. не могли сравнивать. И вот Горбачеву, значит, когда мы говорим о его реформаторских усилиях, мы должны отдать должное этому человеку. Я сам поражаюсь. Как он осмелился пойти на слово вот такой махины, как Советский Союз. Вообще, самообразование СССР, да, оно как-то носит какое-то странное название. Ну, есть Великобритания, есть Франция, да, например, есть Соединенные Штаты Америки. А здесь Союз Советских Социалистических Республик. Это такая политическая леваркадабра СССР. Она как-то... Она ничего не подразумевает вообще. Ни русских, ни казахов, ни грузин. СССР. И вот это была крепкая такая ванированная организация с сильнейшим военно-промышленным комплексом. Сто лет назад созданной в декабре 22-го года. вот буквально два-три месяца назад мы как бы прошли столетний ювелей. И вот Горбачев пошел на изменение этого строя. Для этого надо быть несомненно человеком мужеством и отчаянностью даже. И неспроста, я думаю, что ему на мой взгляд совершенно объективно дали, присудили звание Нобелевского лауряда. Таких политиклидеров в мире очень мало. Конечно, можно сказать о его заслугах в установлении мира и то, что была разрушена берлинская стена и объединение Германии и разоружение и отказ от ядерного оружия. Его успехи во внешней политике конечно были несомненно. Вот этот железный занавес, который создал Сталий, он уже его сломал. Он сломал натурально, который в 45-46-х годах Сталин так уверенно создавал, Горбачев, и он показал миру, что значит мы хотим жить в дружеском отношениях со всеми соседями, мы не хотим войны, мы сокращаем ядерное вооружение, вот этот СС, ракета СС дальнего действия, потом стали установляться дипломатические отношения с теми, кто там не считался, или вот даже многие не понимают, помните такой, на мой взгляд, совершенно неординарный случай, когда Раиса Максимовна, жена Горбачева, стал сопровождать Горбачева. Первая леди. Да. А многие говорили, куда эта женщина лезет, политик, почему она дома не сидит. Ну извините, на самом деле Горбачев сделал революционный шаг в отношении женщин. Он поднял во-первых статус женщин, во-вторых он показал, что он не какой-то затворник. Почему, например, в цивилизованном мире лидеры государств ходят со своими женами? Они показывают, что они являются нормальной семьей, что они уважают женщин. Они даже детей с собой приводят на митинги, показывают. Это вполне нормальная вещь и нужная вещь, кстати. И вот Горбачев пошел на это. Протокол пишет, составляет кто? Те же люди. Протокол всегда можно поменять. Вот что он и сделал. Да. И он то, что это с точки зрения нашего консервативного мышления, как это жена Горбачева смело выйти на люди, еще говорить с людьми. На мой взгляд, это было совершенно правильно. Другой вопрос, насколько она там скажем, может там низкого вызывающего вела, на мой взгляд, она вела себя вполне адекватно, кстати. Но тот момент, то, что он ходил с женой, это же нормальная вещь. В свое время Никита Сергеевич Хрущев пытался с женой тоже ходить. у него такая здоровая жена. Но потом что-то перестал передумал. И они делили Бреньев тоже некоторые так, мало-помалу появлялся, но что-то, а Горбачев это сделал системой. Это есть уважение к семье, это есть уважение к женщине вообще. И политический лидер, а у нас такое идолопоклонство перед политическим лидером, что он такой как идол должен ходить. И Горбачев сознательно разрушал идол советского политического монстра. Образ доступности, демократичности ему удалось. Редактор субтитров Корректор А.Егорова